В эфире телеканала Евроспорт Россия, чемпионат мира по артистическому бильярду 2011 года, что прошел во французском городе Флоранж. И сейчас перед нами предстанут финалисты этого состязания. Для вас работают Михаил Реполов за режиссерским пультом и Михаил Копылуков в комментаторской кабине. Будем надеяться, что финал подали от нам очень зрелищную напряженную борьбу такого же уровня, который мы увидели в обоих полуфинальных поединках. Вновь мы начинаем наш репортаж с четвертого сета. И перед нами Берн Зингер, игрок из Германии. Нет пока на его счету громких международных побед. И не далее, как в этом году он стал чемпионом Германии. При этом свой лучший результат, средний процент успешно набранных очков, успешно выполненных ударов, он показал аж в 1997 году, также на национальном первенстве. И этот показатель составил 70,19. Осторожные, сдержанные аплодисменты перерастают в овацию и не мудрено. Так подкрадывался, подкрадывался биток к последнему из двух шаров и в результате было совершено касание. Ничего больше и не требуется. Заговорил я о лучшем результате. Берн Зингера его соперник по финальному поединку. Голландец Сандер Йонан в этом плане имеет некоторые преимущества. 75,69 таков его лучший результат в карьере. Да и добыт он относительно недавно, в 2008 году. Чемпион мира 2006 года, голландец. И сейчас находится также в хорошей форме. Любопытно, что эти соперники уже встречались в рамках данного соревнования. В группе B основного раунда всего 4 группы. Каждую составили 4 спортсмена. Так вот, Сандер Йонан и Берн Зингер попали в одну группу с Хавьером Фанелоса и Сердаром Гюмюшем. Игроками из Испании и Турции. Достаточно сказать, что Хавьер Фанелоса финалист чемпионата мира 2008 года. Сердар Гюмюш тогда был полуфиналистом. То есть уровень конкуренции в этой группе был совершенно сумасшедший. И оба эти игрока, как нетрудно догадаться, и Йонан и Зингер преодолели этот барьер. Так вот, возвращаясь к их личной встрече в этой группе, победу одержал Сандер Йонан. И для определения победителя потребовалось 5 сетов. Поначалу 2-0 повел в групповой стадии Йонан. Затем Зингер одержал победу в третьем и четвертом сете. Причем четвертый выиграл с заявным преимуществом. Совершенно ничего не получалось у Йонана. Как-то он расклеился 15 на 42. Вот с таким результатом проиграл он четвертый сет. Тем не менее, сумел собраться на пятый решающий. И 66-57 одолел таки своего соперника. Это позволило ему выйти из группы с первого места. Ну, так или иначе, возможно, некоторое превосходство, прежде всего, моральное, есть в этом финале на стороне голландца. Но и ему, конечно, ни в коем случае не следует расслабляться. И, что называется, почивать на лаврах. Сейчас уже на кону медали. И призовые. Призовые не столь велики. Очень редко, к сожалению, сейчас можно встретить хорошие призовые на турнирах по бильярду. Независимо от дисциплины. Разве что упомянутая мною по ходу полуфинальных матчей серия турниров Masters. Очень хорошо оплачивается. Но именно потому, что там и высокие требования, и уровень игроков, и серийность там всячески поощряется премиальным фондом. Ну и, пожалуй, еще в Снукере пока по-прежнему неплохие призовые держатся. Это, конечно, они нечета тем, что были в ту пору, когда спонсорами турниров выступали табачные и алкогольные мегакорпорации. Естественно, с запретом на рекламу этих вредных привычек несколько призовые фонды уменьшились. Но по-прежнему максимальный брейк и лучший брейк на турнире весьма неплохо поощряются. Здесь же победитель состязания получит лишь 3000 евро, а финалист тот, кто уступит по итогам финального поединка полторы. Так что, видите, вы чисто символическими можно назвать эти призовые по сравнению с тем же Снукером, и чего ж там говорить о других видах спорта, например, теннисом или гольфом. Так что, здесь игроки сражаются не столько за призовые, сколько за честь и славу, прежде всего за титул. Я думаю, те из вас, кто наблюдал за развитием событий в полуфиналах, успели убедиться, что данная разновидность игры очень требовательна к технике игрока, да и в том числе и к его психологической устойчивости. Необходимо не просто в совершенстве владеть всем техническим арсеналом, но еще и уметь его вовремя и к месту его применить. Недоволен Сандер Йонан своими ударами. Неудивительно, он только что не сумел выполнить... Третье, последнее решение. Достаточно сложный удар. Четвертый удар сета оценивался десятью баллами. И в отличие от Зингера, который успешно выполнил попытку даже с первого раза, Йонану потребовалось аж три попытки. И в этом ударе, который стоит всего лишь шесть баллов, 19-23 слегка сокращает он свое отставание от соперника. Реферерер очень обстоятельно объясняет аудитории, каким образом должен быть выполнен удар. Мы познакомимся с этими подробностями на графике. Произошел кик, срывается наклейка с битка. Шестой удар данного сета, всего их десять в каждом сете. Сто ударов, типовых ударов, типовых позиций разбиты на десять частей. И сумма очков каждого сета составляет 75. Любопытно, что набор ударов, который будет использован в том или ином матче, определяется по жребию. Достаточно сложная и необычная система проведения. Если говорить о групповой стадии, то по жребию разыгрывается то, каким будет самый первый сет. А затем в группах чередуются они через каждые три. И вот в данном случае финалисты разыгрывают позиции из сета под литерой джи. От а до джей. Пронумерованы эти наборы ударов. И не справляется Зингер. Серия киксов преследовала немецкого игрока. В этом ударе неудивительно, что он оценивается довольно-таки высоко. Девятью баллами и 19-23. Всего лишь четыре очка отставания. В том случае, если Йонану удастся этот удар выполнить правильно, то он из отстающего автоматически переквалифицируется в лидера финального поединка. Даже слишком много бокового вращения. Довольно сильно раскрутился виток, и поэтому был уведен с верной траекторией после соприкосновения с первым бортом. Ну, еще две попытки в распоряжении голландца. И он, надо думать, сделает выводы из своего первого подхода. Да, так и есть. Победным жестом, торжествующим, Сандер Йонан показывает, что обеспечивает себе столь желанное преимущество. Да, пока оно невелико. Всего лишь пять баллов. Но, вместе с тем, всего лишь по три удара остается выполнить каждому из игроков в данном сете. И пока Сандер Йонан отстает, именно ему, безусловно, нужна победа для того, чтобы финальный матч для него не закончился. И не уплыл желанный титул. Естественно, не меньше голландца желает победить здесь и Берн Зингер. Но что же, все в его руках. В то время, как немецкий игрок находится у стола, Йонан не теряет времени даром, поправляет наклейку киа, прекрасно знает каждый из игроков, какой из ударов будет следующим. И поэтому уже имеет возможность готовить тот кей, который необходим для выполнения этого удара. Продолжение следует... Продолжение следует... Не может быть. Удар стоимостью в 5 баллов, и с ним Зингер не справляется. Но интрига возрастает до предела в этой партии. Мы продолжаем наблюдать за голландско-германским противостоянием в финале чемпионата мира по артистическому бильярду. Сандер Йонан против Берн де Зингера. И седьмой удар из десяти возможных. Берн де Зингер, мы видели, значит, возможно, я ошибаюсь. А может быть, судье стоит обзавестись очками с более сильными диоптриями, кто знает. Ну вот свое преимущество в данном сете Берн Дингера. Расстратил, не сумев выполнить удар на 5 баллов. 33-23. Теперь впереди уже голландец. Как бы это не выбило немецкого игрока из равновесия. Вновь сбивает препятствие Зингер. Не хватает энергии битка для того, чтобы обойти эту шпильку и попасть в красный шар. Великолепный подход. И, наконец-то, Берн Зингер точен. Напомню, что после четвертого удара данного сета его преимущество составляло 10 очков. И вот теперь, смотрите, 3 удара, которые не привели к набранным баллам, уже вывели вперед его соперника с плюс 10 до минус 10. Вот таким образом за 3 удара все перевернулось ног на голову для Берн Дингера. И вот, наконец, сумел он набрать очки. Ну, а вот Сандер Йонен безупречен с первого подхода. 41-31 по-прежнему сохраняет свое превосходство над соперником. И еще 2 удара стоимостью 7 и 10 баллов. И в том случае, если по итогам 9-го игроки покажут одинаковый результат, то 10-го удара в этом сете не потребуется. Четыре соударения с бортами должен сделать биток. Одно из них до того, как попасть в первый из шаров. Затем еще 3. И попасть в красный шар. Вот именно таким образом. Ну, похоже, несколько пришел в себя Зингер после некоторой серии неудач. И теперь все, что ему остается, это рассчитывать на ошибку соперника. Лишь в этом случае, в последнем ударе данного набора, будет решена судьба сета. Превосходно, сет завершается в пользу Сандера Йонана. И это значит, что мы с вами увидим решающий сет. Вновь на столе препятствия. Та самая шпилька, которую необходимо обогнуть сперва с одной, а затем и с другой стороны. Но это, так сказать, между делом, а самое главное, совершить попадание битком в оба прицельных шара. Собственно говоря, немножко поторопился. А с выводами всего лишь 10 баллов разделяет соперников. А это значит, что как раз-таки последний удар четвертого сета. Судьба его еще не решена. Должен сказать, что нигде в регламенте я не видел процедуры, которая будет применена в том случае, если будет равенство в очках по итогам 10 ударов. В разных играх есть разные решения на сей счет. В снукере это респот блэк, переигровка в черном. В пулей с недавних пор русской пирамиде это своеобразные буллиты. Надо полагать, что и здесь какие-то типовые удары существуют. Вновь для того, чтобы определить, кто же из игроков лучший по итогам сета. Но как все это работает, мы сумеем увидеть лишь в том случае, если Бернду Зингеру удастся успешно сделать удар. Нет, не справляется немец, а это значит, что Сандер и Йонану нет необходимости подходить к столу. 48 на 38. Вот теперь мы можем объявить об окончании четвертого сета и о том, что все готово к началу пятого решающего. Итак, мы возвращаемся во французский флоранж, где проходит финальный поединок чемпионата мира по артистическому бильярду 2011 года, решающий пятый сет, своеобразная пятая партия данного поединка. Очень зрелищная борьба, 66-56 в первом сете. Лучше оказался Берн Зингер. 56 на 46. Таким счетом победил Сандер Йонану. Третий сет также остался за игроком из Германии. Представитель Голландии на наших глазах. 48 на 38 одержал победу. И оказался лучше в выполнении данного набора ударов. И вот теперь последние 10, будем надеяться, что 10 ударов данного чемпионата. Самый первый удар, повторюсь, всегда оценивается в 5 очков. Затем 8, 7, 10, 6, 9 и далее цикл повторяется. Снова с 5. То есть таким образом, можно сказать, от простого к сложному. 4, 6 и 10 удары являются в каждом наборе самыми сложными. И именно здесь и проходит своеобразный водораздел. Наверное, так можно сказать. Между игроками примерно сравнимого уровня мастерства. Хотя, как мы видели, иногда даже такие мастера дают слабину, пасуют перед более простыми ударами. Как, собственно говоря, это было в четвертом сете с игроком из Германии. В общем-то, как и в их личном противостоянии на групповой стадии, все решится в пятом сете. Пропустили мы второй удар из данного набора. Он, повторюсь, стоил 8 очков. И оба игрока допустили промах. Ни один из них не сумел за три подхода с этим ударом справиться. Поэтому сейчас мы наблюдаем уже третью типовую позицию. И видите, что игроки продолжают нещадно кексовать. И постоянно, постоянно подтачивают, рихтуют, шлифуют, взрыхляют свою наклейку. Все это необходимо для того, чтобы передача ударного движения, передача вращения была максимальной. Все для того, чтобы радовать нас вот такими совершенно сумасшедшими и, на первый взгляд, абсолютно невозможными сверхъестественными ударами. То сейчас Берн Зингер, в случае сего, успешно данную попытку выполнить, выйдет вперед. 7 очков. Нет, пока неудачно. Подскочил биток, увидели на борт. И именно это обстоятельство не позволило ему катиться по столу в нужном направлении. Вторая попытка также не точна, хотя казалось, что вращение будет достаточно. И буквально в миллиметре от красного шара прошел белый. Удар, конечно, довольно сложный. И лишь тот факт, что красный шар стоит в углу стола, наверное, позволяет оценить такой подход не в 9 или 10 баллов, а в 7. Великолепная попытка. Видите, даже судья, который ведет счет в свойственном бильярду, одобрительным жестом, пощелкиванием пальцами, радостно встречает эту попытку. Честно говоря, не часто встретишь такое, когда судьи также искренне болеют за участников матча. Даже не столько за победу одного или другого, а просто за успешное выполнение вот таких вот сложнейших ударов. И один из таких ударов сейчас предстоит выполнять игрокам. 10 баллов разыгрывается. Необходимо быть точным в этом ударе Сандеру Йонану. Ошибка в предыдущем ударе привела к тому, что сейчас он отстает на 7 очков. И необходимо постараться отыграть. Это довольно-таки внушительный гандикап, который образовался всего лишь после трех выполненных ударов завершающего сета. Вновь не раскручивается биток, так как это требуется для успешного выполнения удара. Две попытки из трех уже потрачены. блестяще. Блестяще. И вот дает волю эмоциям Сандер Йонан. Посмотрите, довольно редко увидишь бильярдиста, который вот так вот эмоционально реагировал бы на свой хороший удар. Я имею в виду прежде всего карамбалистов. Сандер Йонан. Сандер Йонан. Продолжение следует... Ну вот теперь столь же непростая задача встает перед немецким игроком. Ему необходимо соответствовать своему оппоненту по финалу. Только что он вел в счете. И вот теперь уже наказывается в роли догоняющего. Всего лишь три балла. Но тем не менее и одного хватит для того, чтобы победить в сете. А значит и во всем матче. Да, и пока весьма далек Зингер от правильной траектории. Совершенно не так как предписано идет биток. Очень резко срывается с траектории и отходит от короткого борта. А именно вдоль короткого борта предстоит попытаться его направить для того, чтобы попасть в красный шар. Вновь неудача. И 15-12 после четырех ударов. Сандер Йонан проиграв 7 очков вернул себе с лихвой вернул 10. Ну вот теперь не настолько сложный удар. Не самый простой. Шесть очков. Очень тщательно занимает позицию у стола голландец. Буквально утрамбовался. Он, похоже, в пол оперся о стол. И это принесло ему успех с первой же попытки. Еще шесть очков в свою копилку положил Йонан. И теперь может отдыхать. Готовится к следующему удару. Наблюдая за подходом своего соперника. Очень хорошо мы видели на повторе насколько сильное вращение было на битке. Карамбольное сукно. Сукно натянутое на столе для карамболя. Очень раскатистое. С наименьшим содержанием шерсти. Именно поэтому карамбольные шары способны катиться на столь длинное расстояние и сохранять приданное вращение в течение столь длительного времени. Неудачной оказывается первая попытка зингера только что не совладал он с ударом стоимостью 10 баллов а вот с ударом оценивающимся на 6 справляется и по-прежнему 3 очка но впереди Сандер Сандер Йонан Возвращаемся к происходящему в финале чемпионата мира по артистическому бильярду 5-й последний сет решающего матча и всего лишь по 4 удара в исполнении финалистов предстоит нам увидеть и мы получим нового чемпиона мира бельгиец Ирик Дальман сложил свои полномочия еще на групповой стадии не сумел выйти в одну четвертую финала Айонан похоже включил пятую передачу очень уверенно с первого же раза выполняет удар и честно говоря вот именно его настрой он впечатляет и уже видели мы некоторые проявления эмоций в исполнении голландского игрока в отличие от беспристрастного немца который лишь один раз позволил себе продемонстрировать жест разочарование и он достаточно эмоционально в той мере насколько это позволительно в таком виде игры как карамболь реагирует на происходящее за столом и вот между прочим решил себя перепроверить и понял что слегка ввел заблуждение все-таки эрик дальман бывший чемпион мира оказался не столь плох как как отозвался вышел в четверть финал и проиграл там Нобуясу Сакай то есть мало того что он и в группе в основном раунде с ним играл так еще и в одно четвертое финала также им довелось сойтись как это стало возможным вы спросите но дело в том что всех из игроков кто занял в группах первые и вторые места рассеивают в соответствии с их средним показателем и затем сводят первого с восьмым второго с седьмым и так далее вот именно так и получилось в этом сводном рейтинге Сакай стал третьим сверху третьим по счету а эрик дальман третьим снизу то есть шестым именно поэтому встретились два этих игрока на стадии 1-4 и вновь как и в группе Сакай оказался сильнее Берн Дингера одолела турка Хачиара Паямана чемпиона мира 2008 года в 1-4 а в полуфинале победила Нубуя Сусакай как мы уже видели Сандер Йонан же в 1-4 справился со своим соотечественником Мартином Ван Рея Бельгийц Вальтер Бакс пал его жертвой в полуфинале и вот теперь Йонан на всех парах стремится к победе в чемпионате мира которая может стать для него второй седьмой удар из 10 возможных и 12 баллов составляет превосходство голландского игрока удар не очень сложен всего лишь на 5 баллов но эти 5 баллов необходимо заработать пока не получается требуется сильнейший накат очень хорошо было видно на крупном плане без какого-либо бокового вращения выполняется удар просто за счет соударения с бортами раскручивается биток и самое главное выполнить удар с такой силой чтобы движение битка хватило для того чтобы тот докатился до красного шара и так последний подход Сандера Йонана к этому удару а ведь он напомню стоит всего лишь 5 очков и объявлен фол видимо произошло двойное соударение ки с битком и вот посмотрите 30 на 18 осечка в исполнении Йонана это значит что Зингер имеет возможность слегка подтянуться в счете вновь экстремальный накат траектория движения битка оказалась неверно необходимо чтобы он двигался в направлении длинного борта а не короткого как получилось сейчас да честно говоря конечно любопытно узнать кто же дает числовую оценку этим ударом потому что честно говоря не отнесешь этот удар к числу простых на первый взгляд справляется со второй попытки с ним Бернд 23 30 слегка отыгрывает он свое отставание и скручивает ки для выполнения следующего удара в надежде еще более приблизиться к своему сопернику удастся на битву весьма ограниченном участке стола будет происходить действие в этом ударе и в том самом углу требуется набрать три борта прежде чем биток попадет в красный шар только тогда этот удар окажется правильным и принесет необходимые баллы с первого раза блестяще ну вот посмотрите как бывает удар на пять очков стал камнем преткновения а удар на восемь баллов с первого раза совершенно безупречно хотя казалось бы честно говоря похожая техника требовалась для выполнения и того и другого удара силовой накат но видимо когда речь шла о большом расстоянии Йонан не справился а вот здесь в том случае когда требуется сильное вращение но не требуется чтобы биток далеко катился справляется он безукоризненно сильнейшее вращение оно похоже вместо наката получилось оно сильным боковым вся энергия ушла в левый винт так на бильярдном сленге называется это самое вращение когда шар буквально ввинчивается в лузу или в борт как в данном случае но нет нет такое не такой удар требуется сейчас зингеру и вновь не дает он достаточно поступательного движения битку снова попадает шар в короткий ворт естественно в этом случае зачетных баллов он не получает сандер йонан и без того сейчас впереди на 7 очков и если этот удар окажется для зингера неудачным ну вот наконец справляется немец а вот только сейчас он по-прежнему восстанавливает это самое отставание в 7 очков 31 на 38 тем самым пока остается в игре но конечно же будет ему очень непросто позади 8 из 10 ударов 9 стоимостью 7 баллов и 10 если потребуется он напоминаю оценивается по высшей мерке приносит 10 очков и 9 удар это оттяжка через два борта требуется максимально глубокое глубокий нижний винт и нижнее вращение видели мы что с ударами данной категории Йонан иногда испытывает некоторые затруднения вот сейчас энергии битка хватило а вот траектория оставляла желать лучшего довольно нестандартный кистевой упор для выполнения оттяжки ставит Сандер Йонан и как ни в чем не бывало отправляется на свое место не дожидаясь завершения удара не дожидаясь соударения битка с красным шаром понимая что удар выполнил правильно видели мы схожее поведение в исполнении Бернда Зингера соперника голландца по данному финалу в полуфинальном поединке против Набуасу Сакай конечно чувство этого чувства шара присущего опытным мастерам не лишен и Сандер Йонан счет 45 31 и кровь из носу необходимо набирать эти самые 7 очков Бернду Зингеру для того чтобы рассчитывать переиграть своего соперника в последнем ударе второй кикс подряд и видимо что разочарованию немца нет предела вы посмотрите буквально не в силах Зингер понять что происходит судья объявляет о завершающем подходе Бернда Зингера к этому удару этот удар может стать последним для него на всем чемпионате две попытки оказались незачетными Сандер Йонан также весь внимание два кикса постигли Бернда Зингера и третий ставит точку в этом сете и в финальном поединке наконец-то все закончилось для Сандера Йонана который становится чемпионом мира по артистическому бильярду во второй раз в своей карьере вот он перед нами триумфатор и конечно же теперь можно дать волю эмоциям которые он так старательно сдерживал по ходу и полуфинального и уж тем более финального матча вот так вот три кикса в исполнении Бернда Зингера но и серебро это также весьма почетная награда и вот перед нами все призеры данного турнира японец Набуясу Сакай бельгиец Вальтер Бакс Берн Зингер Германия и Сандер Йонан Нидерланды гимн в честь победителя для вас сегодня работали режиссер Михаил Реполов и комментатор Михаил Каблуков спасибо за внимание и до новых встреч на канале Евроспорт АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ